Итак, мы продолжаем принимать гостей, но я напомню, что вы тоже можете принимать участие в нашем прямом эфире, в нашей группе ВКонтакте. Оставляйте свои комментарии. И по поводу предыдущего гостя, Виталия Чеусова, те комментарии, которые мы не успели засчитать в эфире, Виталий обязательно зайдет, прочитает, ответит, и они все будут замечены. Ну что ж, а я предлагаю представить нашего следующего гостя. В гостях у нас сегодня Елена Лебедева, дизайнер. Елена, добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Елена, давайте сразу с места карьер. Почему ламинат нас убивает? Ну, потому что это много склеенных слоев, которые соединены разными клеями. А еще наши люди любят подкладывать под него теплый пол. При нагревании, соответственно, любое химическое вещество выделяет вредные выбросы. То есть вопрос, каким клеем клеить, в каком количестве и нужно ли его нагревать? Ну, вопрос в том, что если мы говорим о экологических чистых материалах, самый чистый вот. Это что? Это у нас пробка. На пенопласт похоже на тонкие издали? Ну, это у нас пробка, она покрашенная в два цвета здесь. Просто я хочу сказать о том, что мы можем сделать ее любого цвета, а не только рыжего. Она мягкая. А как на каблуках по такой ходить? Походите. Похожу. У меня вопрос сразу к нашему гостю. Ой, слушайте, даже с моим весом оно не пропечаталось, представляете? Знаете, продолжай. Вопрос. Мы, я так понимаю, говорим про то, что вообще, в принципе, у нас очень много в наших квартирах есть каких-то вещей, отделочных материалов, которые очень вредны. Насколько я знаю, сейчас очень часто строят дома из сэндвич-панелей, которые с пенопластом, с каким-то вот все. Это очень быстро возводимые, но при этом я знаю, что там ничего не дышит, это тоже очень вредно. Вот как правильно выбирать материал, допустим, для строительства дома? Чтобы дышал. Давайте будем говорить о том, что страна дерева и леса, и у нас изначально русские избы – это деревянные вещи. Сейчас то, что возводится и делается из пластиковых панелей или каких-то имитаций дерева – это короткие материалы с коротким периодом службы, которые выцветают, трескаются на солнце, а перепады у нас плюс 40, минус 40. Соответственно, как бы, ну, сильно мало материалов, которые у нас прослужили какой-то долгий период времени, чтобы можно было говорить, ну, что долговечная история. Меняют, делают, моют, чистят дерево, оно всегда у нас, первое, в цене, вот, второе – это, ну, родной материал, который мы можем использовать в принципе везде. А вот вы сейчас трогаете что-то тверденькое, точно уже на дерево не похоже. Ну, давайте будем говорить о том, что если у нас есть квартира, в квартире у нас есть 4 плоскости – это стены, и 2 плоскости – это потолок и пол. Для того, чтобы нам получить идеальный пол, например, я в 9 случаях из 10 использую пробку, потому что она не требует теплого пола, это ровная укладка, долговечность, ремонтнопригодность, мы можем ее перекрасить в любой цвет. А почему она не требует теплого пола? По ней будет теплее ходить намного? Да. Пробка настолько прекрасна, что можно ребенка спокойно в подгузниках отпускать, ползать по ней, и даже если внизу у нас будет цементно-песчаная стяжка, это будет комфортная температура, ребенок не замерзнет. Ну, как бы, если у вас сквозняка, если у вас нет, да. Вот. Дерево мы уже проговорили про то, что это может быть дерево натуральное, потому что, например, здесь у нас в Красноярске есть производство, не знаю, сейчас они, ну, как бы, насколько развелись или нет, это береза, проваренная в паре, пропитанная маслом, соответственно, как бы тоже каблуки, металл, еще что-то, оно спокойно тоже укладывается. И мыть такое тоже можно спокойно, да? Да, такая очень, очень крутая вещь. Недавно ребята ее делают, вот, пробуем сейчас на одном из объектов постелить, посмотрим, как она будет себя вести. Сваренная береза, да, пропаренная прямо. Еще раз, да, вот тут уточнить, то есть вы говорите, ламинат, он не безвреден, он опасен. Или как вы формулируете? Однажды я пришла в квартиру к потенциальным заказчикам и услышала фразу о том, что мой ребенок очень аллергичен, мне нужны экологические материалы, давайте сделаем. Я захожу в детскую комнату к ребенку, у него на стенах виниловые обои, которые очень плотные, натяжной потолок, ламинат, под ламинатом, любая нагреваемая химическая вещь, которая нагревается теплым полом, что любят у нас люди продавать, в принципе, это самая дешевая и простая история. То есть мы получаем нагретый пол, который состоит из нескольких химических слоев. Вот это опасная история получается. То есть там именно где подогреваемый пол? Ну конечно, ламинат, когда он в стабильном состоянии и у нас нет там никаких взаимодействий, воздействий, он стабилен и ничего с ним там сильно не случается, потому что разные классы, разные производители, разные эти в массе своей вся Европа переходит на экологичное производство, И там гораздо шире охватывается этот вопрос, чем здесь у нас. Но там ламинатов мало, там в соборах, в кафедеральных стелят пробку. Вот это да. Слушайте, а мы потолки... Слушайте, а у нас стабильный ламинат, ты запомнила? Ну стабильный, когда не нагревается. Когда не нагревается, ну ходите по нему, если вам комфортно, ногам не холодно, вы по нему ходите, у него текстура приятная, цвет вам нравится. Это сам, ну как бы, в разработке интерьера проговаривается, я спрашиваю, как долго вы здесь будете жить. Ну как бы, если это квартира там для молодой семьи на год, два, три. Ну как бы... Материнский капитал, все дела, да. Дольше не живут. Постелили ламинат, как бы, потом переезжаем, делаем. Ну, например, многие заказчики говорят о том, что это вложение денег, стены там можно покрасить, но пробка навсегда, как бы, она легла себе и... Елена, а можно я вас все-таки, мне так интересно, зачем мураво? Вот это вот, мы же не в метро вроде как, про квартиры говорим сейчас. Это искусственный камень, из которого сейчас все делают столешницы. А, вот. Вот, и в сравнении с тем же ламинатом, который мы можем постелить и лучше бы его не нагревать, у нас есть искусственный камень, из которого мы можем сделать широкие подоконники, положить под них теплый пол, получить теплые подоконники. Ну, как бы, например, широкие, вот в тех домах, которые сейчас делают, с низкими окнами, как бы, мы так делали, это очень приятно, комфортно. Так вот, он при нагревании стабилен, ничего не выделяет, есть разные цвета, и вот то, что в столешнице там делают из искусственного камня, ну, это получается прекрасно. Но он неубиваемый, я понимаю, то есть даже какие-то физические воздействия на него, они его не портят? Нет, ну, понятно, ямы, трещины, еще какие-то вещи там останутся, но это первое можно поменять, второе зашлифовать там через какой-то период времени, как бы, ну, любой материал стареет в каком-то там виде, кто-то быстрее, какой-то быстрее, какой-то медленнее. Елена, спасибо большое, я напомню, что ламинат должен быть стабильный, его не нужно нагревать, ну, и вообще пробка, это решение самое последнее, экологичное и самое лучшее. Я напомню, что в гостях у нас была Елена Лебедева, дизайнер. Елена, спасибо вам большое, что сбежали на наш огонек. Спасибо вам, до свидания.